ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот еще немного статистики. Каждый четвертый в случае болезни немедленно обращается к врачу и соблюдает все его рекомендации. Каждый пятый регулярно проходит диспансеризацию. А 16% респондентов панацей от всех недугов считает просмотр телепередач о здоровье и чтение соответствующей литературы. Двое из десяти опрошенных признались, что стараются не обращать внимания на болезни. Кстати, по словам Ноябрьского центра здоровья для детей в городе с каждым годом растет число хронических заболеваний, среди которых первые места занимают болезни сердца, сахарный диабет и ожирение. Зачастую виной всему сами люди, которые не следят за питанием, ведут пассивный образ жизни и увлекаются вредными привычками. Причем многие взрослые равнодушно относятся не только к своему здоровью, но и к здоровью своих детей. Хорошо, что в школах и детских садах проводятся медосмотры. Иначе не исключено, что процент выявления болезни уже на поздних стадиях вырос бы у детей. Сейчас очень важно, чтобы каждая семья понимала, что родители являются примером, и роль родителей в воспитании здорового образа жизни велика. Поэтому каждая семья, она должна знать состояние здоровья каждого члена семьи и делать все для того, чтобы здоровье не ухудшалось, потому что сейчас практически каждый человек имеет какую-то хроническую проблему. И нужно знать, что нужно делать, чтобы эта болезнь не прогрессировала, не приводила к ранней инвалидности. И вот здесь скажу о том, что новый способ справиться с волной самоубийств среди людей, уже больных с серьезными заболеваниями, в частности онкологии, нашли в Минздраве. Врачи-онкологов станут отправлять на спецкурсы по психиатрии. Московский комсомолит пишет, что таким образом ведомстве надеются научить медиков выводить из состояния шока пациентов, узнавших о страшном диагнозе. По словам главного психиатра Минздрава Зураба Кикелидзе читать лекции онкологам будут специалисты Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. В рамках курса врачи должны будут научиться разбивать стереотипы сознания пациента о том, что онкология – смертельная болезнь. Правда, сам онколог выводить больных из депрессии не будет. Он должен будет только разглядеть в поведении пациента признаки шока, после чего передать его на попечение психологов или психиатров. Вернемся в Ноябрьск. В Центральной городской больнице произошли кадровые перемены. Штат врачебного персонала пополнили врачи-хирургист Тюмени. И теперь в ЦГБ видов хирургических услуг гораздо больше. Итак, хирургическое отделение возглавил Иван Швецов. Он с отличием окончил Тюменскую медакадемию. После ординатуры работал в 1-й Тюменской областной больнице. Сейчас под его руководством в нашей больнице проводят плановые операции на органах грудной клетки как через разрезы, так и через проколы. Заместителем главного врача по медицинской части назначен хирург Кирилл Трапезников. Ранее он возглавил отделение хирургии во 2-й областной больнице Тюмени. И еще один специалист – хирург-онколог Руслан Чупин. Он возглавил онкологическое отделение. В Ноябрьск его пригласили как опытного хирурга, который будет здесь, на месте, удалять новое образование. У нас есть возможность оперировать рак различной локализации. На мягких тканях, на желудке, кишечнике, на органах малого таза, почках, поджелудочной железе, печени, молочной железе. В паре с таракальным хирургом будем оперировать рак легкого. Журналисты телеканала «Ноябрьск-24» побывали в онкологическом отделении и разузнали, что сегодня готовы предложить пациентам местные специалисты и встретились с теми, в чьей жизнь онкология уже ворвалась. Онкология – повальная болезнь 21 века. Она не щадит ни взрослых, ни детей, ни мужчин, ни женщин. Только в Ноябрьске более полутора тысяч человек живут с диагнозом рак. По всей России таких людей в десятки раз больше. Но ярче любой статистики о глобальной проблеме современности говорят многочисленные репосты в соцсетях и такие вот листовки с просьбой спасти чью-то жизнь. Родился ребенок совершенно здоровый. Вообще проблем со здоровьем никогда не было. Ребенок рост, как и все, со своими подчихнул, кашлянул. Ну, таких прям глобальных каких-то болельщиков у нас не было никогда. Ничто не предвещало беды. Кирилл рос лучезарным ребенком. Пока внезапно в четыре года у мальчика не начались боли в малом тазу. Проведенное УЗИ показало наличие опухоли. Мне сразу сказали, врач у меня, я, конечно, была в полном шоке. Врач меня сразу успокоила, сказала, вы себя не вините, вы ни в чем не виноваты. Направляли нас в Москву, еще в другой город. Ну, вот Екатеринбург первый, кто нас принял. Мы туда поступили в 2012 году. И вот 31 декабря 2012 года поставили диагноз рапдомиасаркома малого таза третьей стадии. Российские врачи оказались бессильны. Операцию согласились делать только немецкие медики. Правда, ее стоимость оказалась для Лукичевых непосильной – 6 миллионов рублей. Клич о помощи больному ребенку был тут же брошен во все соцсети. Друзья, родственники и даже незнакомые люди начали по крупицам собирать необходимую сумму. Тогда свою лепту внесла известная певица Ирина Дубцова. Часть своего гонорара от концерта в Ноябрьске она отдала больному мальчику. Для вселенной песчинка, а для земли ты счастье сейчас. Ты равнодушных не можешь быть среди нас. Живи, живи. Врачи утверждают, что основная причина онкообразования у детей – сбоев ДНК. И предотвратить это порой невозможно. Но у взрослых все иначе. Нередко они сами враги своего здоровья. Употребление алкоголя, канцерогенов, курение, плохая экология, стресс и даже яркое солнце – все это увеличивает риск образования злокачественных опухолей. И чем старше человек, тем вероятность их появления больше. Как правило, люди начинают обращаться к доктору, когда у них начинает что-то беспокоить. То есть появляется боль, начинается тошнота, рвота, похудели, либо пожелтели. То есть когда начинается опухоль, может быть, в печени, или метастаза печени, или желтуха появляется у пациента на фоне этих онкологических заболеваний. То тогда пациенты обращаются. До этого, как правило, на первой стадии пациент могут выявить случайно заболевание. Когда его абсолютно ничего не беспокоит при профосмотрах. Но болезнь нередко и вовсе проходит бессимптомно. Человек может жить годами, не догадываясь о диагнозе. И чтобы тайное, как можно раньше, стало явным, создана государственная программа скринингов, ранней диагностики. Это своего рода бесплатное обследование людей, которые пока ни на что не жалуются. Вдохнуть, не дышать. Кстати, в программу скрининга входит уже привычная нам флюорография. Метод, изобретенный еще в 19 веке. И по сей день незаменим в выявлении, например, рака легких. Кстати, именно этот вид онкологии считается сегодня самым распространенным. Наряду с раком простаты у мужчин. А каждая десятая российская женщина имеет злокачественную опухоль в груди. Выявить которую поможет мамограф. Аппарат для мамографии предназначен для ранней диагностики рака молочной железы. В рамках диспансеризации женщинам с 39 лет назначают мамографию раз в два года. Они приходят к нам на исследование, мы делаем им снимки по назначению доктора обязательно. В двух проекциях правой и левой молочной железы. Но прогресс шагнул далеко вперед и любые отклонения от нормы сейчас можно проверить на компьютерном томографе. Этот аппарат в прямом смысле слова видит человека насквозь. После проведенного исследования видно, что изменения есть в правом полушарии головного мозга подозрительные на онкологическое заболевание. Это исследование показывает, насколько эффективен метод компьютерной томографии для быстрой и ранней диагностики патологии головного мозга, но в том числе и на экологическом характере. Еще несколько лет назад диагноз «рак» звучал как приговор. Сегодня эта проблема не такая фатальная. Главное – вовремя обратить на нее внимание, призывают медики всего мира. Так в Германии, в Эстонии по отдаленным деревням ездит автобус с мамографом. В скандинавских странах тем, кто игнорирует медобследование, присылают на работу предупреждение. В России призывают к диспансеризации. А тем, кому все-таки диагностировали онкологию, врачи и те, кто на собственном опыте знают, что значит это заболевание, советуют не опускать руки. Были моменты, когда я представляла ей самое страшное. Ну, значит, значит так. А пока я могу бороться, буду бороться. Пересматривая фотографии трехлетней давности, Екатерина не верит, что позади 9 блоков химиотерапии, 20 лучевой и таблетированной. А еще бессонные ночи и страх за своего ребенка, чья жизнь долгие месяцы висела на волоске. Главное, говорит она, до последнего не сдаваться. И тогда все может получиться. Сегодня заведующий онкологическим отделением городской больницы в студии «Здорового интереса». С ним мы поговорим о том, что такое онкология, как распознать признаки появления заболевания и можно ли утверждать, что рак – это приговор. Руслан Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, рак – это приговор или все-таки это выражение беспочвенно? Ну, об этом можно долго рассуждать, то есть приговор это или нет. И говорить, что это беспочвенно тоже, сомнительно, конечно, это. Вот. Но в настоящее время онкология является, можно сказать, уже выходит на первое место по смертности. То есть опережая сердечно-сосудистую патологию, которая много лет была на первом месте. При ранних стадиях заболевания онкология излечима. То есть и человека можно полностью избавить от этого недуга, что можно сказать, что это полностью излечимое заболевание. Но когда человек обращается на поздних стадиях заболевания, то гарантии, что его можно полностью излечить, снижаются. Скажите, пожалуйста, какова практика диагностики онкозаболеваний в целом по стране и, в частности, у нас в Ноябрьске? В настоящее время в нашей именно стране очень широкий спектр диагностических и оборудования, и мероприятий всех. Во многих городах уже открываются ПЭТ-центры. То есть это исследование, которое может обнаружить опухоль на ранних стадиях, то есть в любых органах. Специально разработано это в Израиле, в Германии, давно это уже практикует, в Америке. Ну и уже около семи лет в России. То есть изначально все это было в Москва, Санкт-Петербург, в Тюмени уже работает из Уральского федерального округа, ПЭТ-КТ. Еще есть в Ханты-Мансийске около пяти лет уже. У нас в Ноябрьске. В Ямал-Ненецком округе, к сожалению, нет данного оборудования. То есть оно дорогостоящее и по количеству населения. Оно рассчитывается на количество населения. Скажите, пожалуйста, если говорить о квалификации наших докторов, да, онкологов ноябрьских, на каком они уровне, на каком профессиональном уровне? Уровень онкологов хороший. В отделении работает Олег Васильевич Перегенец, химиотерапевт с довольно большим стажем работы, опытный доктор. Он имеет также сертификат по хирургии, то есть развит во всех направлениях онкологии. И химиотерапия, гормонотерапия, то есть активно консультирует пациентов и занимается их лечением. То есть уровень нисколько не отличается даже от столичных центров. Хорошо. Сейчас задам вопросы, которые нам прислали телезрительницы. Вот один из них. Если вылен рак на ранней стадии, что нужно делать, куда идти, что знать, чтобы обезопасить себя от шарлатанов? Ведь очень часто человек и его родные начинают метаться по знакомым и родственникам в поисках хорошего врача за границей. Также обращаются к целителям, гадалкам. Что скажете на это? Ну, если выявили опухоль на ранних стадиях, то, как правило, это является первичной звеной терапевты, хирурги, различные специалисты. То сразу же необходимо обратиться к онкологу. То есть онколог полностью имеет представление о данной патологии. То есть непосредственно какая локализация это будет. И может назначить адекватное обследование, то есть до обследования и назначить лечение. То есть паниковать не надо. Нужно идти к специальному доктору, да? То есть уже доктор скажет, что дальше делать, какая тактика. Вот что касается обезболивания. Что подразумевает законодательство в настоящее время? Какие препараты существуют и как их назначают? В настоящее время, вот в 2014 году был принят новый закон о обезболивающих препаратах и психотропных. Так как до 2014 года острая проблема стояла, неоднократно люди совершали суицидальные попытки покончить с амбийством из-за того, что они не могли получить обезболивание наркотические, в том числе препараты, по месту жительства. То есть без врача-онколога. Вот в 2014 году закон пересмотрели и сейчас даже врач-терапевт может выписать наркотические препараты пациенту, которых он нуждается, то есть онкологическому пациенту для обезболивания. Но для этого пациента должно быть заключение от онколога, где указано, что требуется адекватное обезболивание, что подразумевает и применение наркотических препаратов. Именно для этого пациента? Да, именно для этого пациента. То есть может выписать, не обязательно там будет онколог, хирург, может выписать терапевт, даже участковый на дому. И существует несколько степеней боли, то есть хронический болевой синдром, и в зависимости от этого врач назначает. То есть при первой стадии болевого синдрома наркотические препараты, как правило, не назначаются. То есть начиная со второй, третьей, четвертой, назначаются наркотические препараты. То есть и пациенты могут получать. Скажите, пожалуйста, а в ноябрьске проблемы есть с медикаментами именно для таких больных? Бывают проблемы? Вот я 6 лет работал в онкологическом диспансере в Тюмени. Город большой, а город Ноябрьск в 5-10 раз меньше, чем город Тюмень. Там есть эта проблема, здесь я не столкнулся пока с данной проблемой. Пациенты активно получают и обезболивающие препараты, и по лекарственному обеспечению, там, химиотерапия, гормонотерапия. Здесь пациенты все без заключения могут получить практически любой препарат. Все препараты, которые нуждаются. Да, здесь как бы это очень мне нравится. Ну и в завершение хотелось бы попросить у вас, скажем так, несколько советов для наших слушателей, для наших пациентов уже, которые имеют онкозаболевание. И для тех, которые уверен, что, которые здоровы, уверен, что конкретно для него и для его самых близких и родных это обойдет стороной. Что посоветуете? Что пожелаете? Те пациенты, которые уже столкнулись с данным заболеванием и получили лечение, соответственно, им нужно необходимо регулярно наблюдаться. То есть у онколога существуют разработанные стандарты, по которым они должны обследоваться. То есть в какой срок, с какими интервалами эти проходят все они обследования. А людям, которые не столкнулись и думают, что это их обойдет стороной, то есть всегда нужно быть предельно осторожными. Внимательными к своему здоровью. Да, и онконосторожными. То есть если человек что-то беспокоит, необходимо обращаться к врачу. И если беспокойство сохраняется, а посещение врача его не удовлетворило, то можно сходить к другому врачу, то есть чтобы прийти уже у себя в голове к общему мнению. Сейчас пациент имеет право выбора врача. И плюс сейчас телевидение, интернет, интернет может сказать все. Конечно, лечиться в интернете не следует, но то есть можно себя просветить в интернете и обратиться к врачу, задать ему вопросы, которые вас интересуют. Спасибо вам большое, Руслан Николаевич, за то, что вы уделили нам время, приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы и также на вопросы телезрителей. Всего вам хорошего, самого доброго, будьте здоровы. До свидания. Спасибо, до свидания. Еще раз напомню, что задать свои вопросы любому из специалистов Ноябрьской ЦГБ можете и вы. Достаточно либо позвонить по телефону доверия, либо написать на наш электронный адрес. Ждем ваших вопросов и тем для обсуждения. Я желаю вам хорошего настроения и, конечно, здоровья. Программа «Здоровый интерес» сегодня завершена. И я с вами прощаюсь. А телеканал «Ноябрьск-24» продолжает свою работу. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...